Буквально несколько месяцев назад съемочная группа телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» наряду со средствами массовой информации Свердловской области стала свидетелем символического монтажа первой оптической муфты, который произвели заместитель министра транспорта и связи Свердловской области Сергей Фролов и вице-президент-директор макрорегионального филиала «Урал-ПАО Ростелеком» Антон Колпаков в рамках пресс-конференции, посвященной реализации проекта устранения цифрового неравенства на территории Свердловской области. И вот спустя совсем небольшой отрезок времени в торжественной обстановке состоялось открытие первой в Свердловской области точки доступа в интернет. Флагманом проекта стало село Аверинское Сесердского городского округа, в котором сегодня проживает до 500 человек. «Это не только значимая веха в истории развития телекома на данной территории, но и очень значимый социальный повод, который повлияет на жизнь малых населенных пунктов». С гордостью продемонстрировав объект, ради которого и собрались средства массовой информации области в селе Аверинском, Вадим Макаров, руководитель Екатеринбургского филиала «ПАО Ростелеком», отметил, что это первая точка доступа запущенной компанией «Ростелеком» из 222 точек, которые вошли в программу по устранению цифрового неравенства. «Вот этот скромный, но очень значимый объект дает теперь возможность жителям этого населенного пункта, села Аверинское, пользоваться услугами доступа в интернет с помощью технологии Wi-Fi и таким образом получать доступ как к большому списку сайтов, предусмотренных для бесплатного доступа, так и, собственно, всей остальной сетью интернет». Вадим Макаров подчеркнул, что данная точка доступа запущена компанией «Ростелеком» в строгом соответствии с графиком и взятыми на себя обязательствами. Кроме того, до конца 2015 года компания планирует провести настройку каналов связи и монтаж точек доступа еще в 24 малых населенных пунктах Свердловской области, расположенных на территории 10 городских и муниципальных округов. Редактор субтитров А.Семкин В селе Аверинское установлена опора связи высотой 9 метров, на которой размещено необходимое оборудование, обеспечивающее покрытие радиосигналом в широком радиусе. Подключение точки доступа к сети интернет выполнено с помощью волоконно-оптической линии связи, что обеспечивает селянам доступ в интернет со скоростью до 10 мегабит в секунду. Все оборудование точки доступа в основном отечественного производства. Тестируем скорость с помощью программы «Спид-тест». Показатели замечательные. Пинг – 3 миллисекунды. Средняя скорость загрузки – 21,6 мегабита в секунду. Скорость замечательная. Она практически в два раза выше, чем минимально требуемая по данному проекту. Этого более чем достаточно для пользования любыми ресурсами интернета вплоть до просмотра видео. В общем, замечательно. Технология работает. Мы лично очень рады. Интернета, если нет у меня утром, то это для меня день ничего не значит. Для нашей деревни, села Аверина, и для нашей сельской администрации – это значимое событие. Раньше, если мы начинали лет 10 назад, скорость у нас была 14 килобит, а сейчас, видите, 16 мегабит. Это в десятки тысяч раз больше. Нам, как бы, возможности этот Wi-Fi больше открывает, чем раньше. Можно, как бы, и скорость повышается этого интернета. Но я мало пользуюсь, я только в соцсети, в ВКонтакте зарегистрирована, а так-то я им почти не пользуюсь. Но у меня муж пользуется, он рад будет. Он в этих танках там сидит. Загружаться, может, будет быстрее. А то вот ждешь, ждешь, когда он загрузится. Плюнешь, отключаешься. Что вот именно для села вот дает эта точка доступа? Ну, молодежи много. И так, в общем-то, нечем тут заняться ни клубов, ни ничего такого нет. Ну, вот сейчас клуб, правда, открыли. А так в интернате в основном молодежь сидит. У меня внучка приезжает, она все время в интернате. Благодаря точке доступа селяне теперь могут бесплатно выходить на государственные порталы, в том числе на портал госуслуг. За доступ к остальным ресурсам абонентская плата составит всего около полутора рублей в день. Стоит отметить, жители села Аверинское с большой радостью восприняли подключение точки доступа. Ведь высокоскоростного интернета здесь с нетерпением ждали все. Линия высокоскоростная будет намного удобнее и быстрее все проходить. Потому что, чтобы там скачать музыкальный файл какой-то, приходится затратить достаточно долго времени. Мы сможем, допустим, более подробно освещать мероприятия, которые проходят. У нас здесь есть официальная группа ВКонтакте. Там мы освещаем все свои мероприятия. То есть, чтобы загрузить фотографии, опять же, уходит там очень много времени. И музыкальные файлы те же самые мы скачиваем тоже для представлений, для репетиций. Вот это все. Это все из интернета берется. То есть, ускорится процесс работы с появлением вот этой вот линии. Вы рады, что у вас здесь такое? Очень рады, мы счастливы. Всего в Уральском федеральном округе в соответствии с контрактом с Россвязью в этом году будет построено 1238 километров оптических сетей связи. Из них около 150 километров в Свердловской области, отмечают представители компании «Ростелеком» – единого федерального оператора универсального обслуживания. Благодаря кому и в других самых отдаленных населенных пунктах области появится высокоскоростной интернет.